То, что от плоти рождается в разуме, вы сами себе рисуете картину, то, что от плоти. То, что от сатаны, оно как мигающее изображение, такой образ с помехами. То, что от Бога, оно приходит как живой поток образов, исхожащих из глубины естества. Когда вы настроены на Иисуса? Чтобы определить источник. Исследовать содержание того, что вы видите. То, что от плоти, как правило, изображение того, чему вы научились. То, что от сатаны, это негативное, пагубное, напористое, устрашающее, обвиняющее, противоречащее естеству Бога и Слову Божьему. Обращается к эгоизму. То, что приходит от Бога, поучительное, назидательное, утешительное. Увидение поддается испытанию. То есть вы можете это испытать. И потом вам нужно смотреть на плоды. Как испытать образ по плоти? Он от сатаны или от Бога? Смотрите на плоды. То, что от плоти, это неустойчиво и непостоянно. То, что от сатаны, плод какой от этого? Страх, навязчивые идеи, угнетенность, взволнованность, замешательство и опять-таки возвышение эгоизма. То, что от Бога, оно укрепляет твою веру, оно дает тебе силы, оно дает тебе мир, добрые плоды, просвещение, знание и смирение. Поэтому, друзья, глаза нашего сердца, они предназначены для того, чтобы мы могли видеть Бога и дарованное нам от Бога. Глаза нашего сердца, они тоже хотят видеть. И Бог их для этого и предназначен, чтобы мы видели глазами своего сердца. Понимаете, да? Это третий ключ, который мы называем, как? Видение. Мы должны видеть. Мы должны быть готовы к тому, чтобы увидеть картины, образы между себя в Господу. И когда вы что-то видите, спрашивайте у Бога, если вы не понимаете, что ты хотел бы ничего из этого сказать. И четвертый ключ. Четвертый ключ. Это введение дневника или же запись своих молитв и ответов от Господа. Четвертый ключ. Он говорит, запиши. Пророк Алакум, он говорит, запиши видение и начертай ясно на скрижарях. Если мы начнем исследовать Писание, то мы найдем сотен глаз, которые будут показывать то, что нужно записывать, то, что Бог сказал или показал. Вообще, сама по себе Библия. У меня планшет здесь как бы нет нормальной Библии. Но если вы возьмете Библию, вот она есть. Просто я вам так покажу ее. Библия, да? Это записанное Слово Божие, которое когда-то услышали люди Божьи, будучи Вадимом Духом Святым. Писание, что все Писание богатых новинок, его написали Божьи люди, будучи Вадимом и Святым Духом. Поэтому, если бы она не была когда-то темно записана в Библии, мы бы сегодня не держали ее в руках. Но мы держим ее в руках, благодаря тому, что однажды послушные дети Божьи записали. И это большое благословение. Это самая лучшая иллюстрация того, как важно записывать, что говорит Господь. И, знаете, я не могу похвастаться со своей жизнью, что я вот в этом, скажем, такой постоянный и стабильный. Но я периодически возвращаюсь к тому, чтобы писать свой дневник. Записывать мысли, которые приходят от Бога, то, что я в молитве получаю. И когда я спустя какое-то время обращаюсь к тому, что когда-то мне говорил Господь, меня это очень сильно ободряет. Очень сильно ободряет. Потому что мы так устроены, что мы не можем всего удержать у себя в голове. Согласитесь, да? Информации очень много. И поскольку мы каждый день получаем какие-то откровения, переживания, встречаемся с людьми, мы не можем всего удержать. Вот совсем недавно мы пересматривали пророчества, которые Господь говорил нам о церкви, нашей церкви в городе Дмитрий Петровский. Было множество пророчеств, которые мы получали от разных божьих людей. И мы собрались со служителями церкви для того, чтобы просто пересмотреть, как мы движемся, наше направление, к чему нас Господь призвал. Движемся ли мы этим путем, или мы планились куда-то в сторону. И когда мы подняли пророчество, которое нам было предусмотрено, то, к чему мы шли звали, то они нас очень сильно ободрили. Мы увидели, что мы движемся в правильном направлении. Это для нас было как подтверждение. Это для нас было как просто ободрение. Недавно я поднял пророчество о своей жизни. То, что ты что-то там не делал. Особенно хорошо, когда ты знаешь, проходишь на какие-то не очень легкие периоды в своей жизни. Вы же понимаете, что у нас не всегда бывает все хорошо. Да? Бывает время, такое высказывание, как, слышали вы, не слышали, как темная ночь души. Темная ночь души. Это когда обстоятельства вокруг тебя складываются таким образом, что все плохо. Ты не слышишь, не видишь, не чувствуешь. И как говорил один мой друг, ты движешься по приборам. Вы знаете, что у летчиков есть приборы, по которым они движутся и направляют самолет. То есть, они управляют самолетом не так, как они не чувствуют, а так, как показывают приборы. Мы движемся не так, как мы чувствуем, а так, как нам показывают приборы Слова Божьего. Но тем не менее, мы же с вами состоим также из чувств. У нас есть какие-то чувствования, да? Мы можем чувствовать радость, мы можем чувствовать обнесение. Мы можем чувствовать мир, мы можем чувствовать беспокойство какое-то. Поэтому в нашей жизни бывают разные периоды, когда не все так хорошо, как бы нам хотелось. Мы проходим через темную ночь души. И вот, когда ты проходишь через какие-то испытания, ты обращаешься к своей тетради, в которую ты записывал слова, которые когда-то говорил тебе Господь. Слово, которое подняло тебя, которое ободрило тебя. То это, знаете, это как памятник. Это как... Помните, как в Ветхом Завете Господь очень часто говорил о том, чтобы они оставляли камни? Считали? Чтобы народ Израиля, они оставляли камни. На том месте, где происходило что-то. Делали жертвенник из камни, скажем так. Так вот, жертвенник из камни, это как прообраз того, что мы запоминаем и записываем то, что Бог сделал в моей жизни. Для того, чтобы, когда в нашу жизнь приходят какие-то нелегкие времена, или как в послании Ефесянам 6 глава написано, в день злой, чтобы все преодолевшее устоять, мы обращаемся к тем моментам, когда Господь нас поднимал, когда Он нас ободрял, когда Он нас утешал. И это дает нам сил. Мы знаем, что верен Господь. Я знаю, что мой Спаситель жив. Он не оставит меня. Он не покинет меня. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Вы понимаете, есть слова, которые для всех. Слово Божие, оно такое объемное. Но когда тебе тяжело, есть слова, которые для тебя. Есть слова, которые рема. Которые тебе необходимы как хлеб, как воздух. Поэтому важно, чтобы ты записывал, чтобы ты ввел дневник. Некоторые практические советы по ведению дневника. Садись за ведение дневника в бодром, физическом и духовном состоянии. Потому что если ты сядешь за ведение дневника в кислом состоянии, в грустном состоянии, ты начнешь там писать какие-то вещи, которые потом тебе Богом же саму вывезли. Поэтому второй момент. Для того, чтобы ввести дневник, тебе достаточно для этого взять простую тетрадку. Можешь печатать, если есть ничего. Можешь на диктофон записывать. Но лучше писать. Потому что диктофон может стереть, и все, ничего у тебя не останется. Третий совет. Храни свой дневник в незаметном месте. Если нужно, закрывай. Грамматические ошибки и ошибки в правописании не имеют особого значения для ведения дневника. И для отношения к Господу, по отношению к Елене. То есть, если ты пишешь с ошибками, не страшно. Он продолжает тебя видеть. Не забывай ставить даты всех записей. Записывай даты. Записывай подробности своего общения с Богом. Свои сны, их толкования, видения, образы, которые Господь вам дает. Ваши личные чувства, которые важны для вас. Например, ты переживаешь гнев, страх, обиду, волнение. Радость, благодарность. Бог будет делать так, чтобы основное внимание в вашем дневнике будет уделяться вере, надежде, жизни. И пусть это вас не удивляет. Еще один совет. Развивайте хорошее познание Библии, чтобы Бог мог напоминать вам определенные стихи во время ведения дневника. Я хочу привести вам такой пример. Сейчас такой пример вам приведу. Что нам очень важно, это такой практический совет. Очень важно, чтобы мы наполняли себя Вашим словом. Чувствуем мы это или не чувствуем. Это человек. Это Господь, который дает тебе Слово. И смотри, когда ты наполняешь себя Словом Божьим, ты наполняешь себя, наполняешься, наполняешься. Твой сосуд, он был пустой. Но чем больше ты читаешь, чем больше ты пребываешь, чем больше ты размышляешь над Словом, но технически от сердца, то ты наполняешься, 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 наполняешься. наполняешься, наполняешься, и потом ты начинаешь, из тебя начинает это слово изливаться. И когда Господь что-то хочет тебе сказать, проговорить, когда твой сосуд полон, ему легко это сделать. Ты наполнен. В тебе много. Ему легко взять любое местописание в твою ситуацию и проговорить. Но когда ты немножко, чтобы вас развеселить. Но когда ты вот такой, соответственно, да? Или вот вообще такой. Просто стенки у тебя мокрые. Когда-то здесь была вода. И я хочу сказать, что наполнять себя огоженцилом, это не один раз, это постоянно всю нашу жизнь. Потому что ты каждый день нуждаешься в воздухе. Ты же каждый день дышишь. Ты же не просто один раз подышал. Иди в день, уходишь такой. Я уже дышал. Ты постоянно дышишь. Ты постоянно кушаешь хлеб. Ну, не знаю. Здоровое питание говорит о том, что там много углеводов. Поэтому много желательно не кушать. Но ты все равно кушаешь. И мы говорим, Иисус говорит, хлеб насущный дай нам на каждый день. И мы знаем, что хлеб насущный это Божий слой. Аминь. Поэтому рекомендация. Заполняй себя Словом Божьим, чтобы Господу было проще. Затем, очень важный аспект. Это четвертый ключ. Это четвертый ключ. И я бы хотел дать еще очень такой важный момент. Это момент защиты или так называемой меры предосторожности, которые нам нужно соблюдать, используя все эти четыре ключа. Какие же это меры предосторожности? Поскольку мы с вами созависимы, и мы находимся в теле Христовом, то нам очень важно, когда, особенно мы находимся в процессе обучения, чтобы мы имели благочестивый совет. Чтобы мы обращались за помощью своим духовным наставникам, к пасты, к лидерам. Евреям 13 глава, 17 стих. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неустанно пекутся о душах ваших, как обязанным дать отчет, что вы делали это с радостью, а не воздыхая, ибо для вас это не полезно. При многих советниках благоденствует народ. Вы знаете, что Господь поставил духовную власть в качестве защитного зончика, чтобы помочь защитить нас от самообмана в наших сердцах и от обмана садами. Это очень важный эффект. Затем, когда вы когда вы что-то видите или что-то слышите, то, что я только что сказал, как проверить, это никогда не противоречит Божьим условиям. Если вы сомневаетесь и нету возможности подойти к своему видео, к пастыру и спросить, правильно ли я думаю, правильно ли я понял, попросите Господа, чтобы Господь подтвердил вам, если вы сомневаетесь, через Слово Божие, потому что то, что говорит Господь, оно никогда не противоречит Писанию. Никогда не противоречит Писанию. Почему? Потому что через Совет, когда мы имеем благочестивый Совет, это может очень сильно нам помочь. Просто молите. Поэтому в нашей жизни должен быть такой баланс. Мы не должны эгоистично просто думать, что мы сами со всем справимся. Нам нужно иметь вот такой вот совет и проверку. Аминь. Это на самом деле очень важно. Это сохранит нас, это позволит нам, знаете, быть под зонтиком, чтобы это было безопасно. и давайте мы сейчас просто проговорим вслух вот эти четыре ключа, о которых мы сегодня с вами говорили. Это вторая глава пророка Аввакума, первый, второй стих. ключ номер один, это что? Спонтанный поток есть. Ключ номер два, это покой. Ключ номер три, это видение, да? Ключ номер четыре, это видение не вмиграя и записывания. И самое главное, для того, чтобы все эти четыре ключа работали, это чтобы вы практиковали. Если мы не будем это практиковать, если мы просто будем знать об этом, но не делать это, то это не будет работать. Нам нужно развивать в себе способность к слышанию голоса. Я хотел бы, чтобы мы сейчас что-то сделали в конце этого семинара. Мы сейчас поставим тихую музыку, хорошую музыку такую. И пока она будет играть, мы сделаем больше.